В 2015 году на шоу Первого канала «Точь в точь» актер Дмитрий Дюжев пел сатирическую песню Семена Слепакова про «Газпром», у сотрудников которого сбываются мечты. Спустя 9 лет на сцену просветительского марафона «Знание первое» Это проект замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Топ-менеджерка «Газпром-медиа» Тина Канделаки за руку вывела доморощенного Байдена в исполнении все того же Дюжева. Квази Байден спотыкался на ровном месте и с неявным американским акцентом спрашивая у зала, где он и как он тут оказался. Для актера Дмитрия Дюжева это не просто новая, но и вполне полезная роль. Пока память об американских выборах не остыла, Дюжев может заработать на патриотических пародиях уступившего власть американского президента. Дюжев в роли Байдена, когда канал выпустил видеоанонс сериала «Гудбай», наделал много шума. Только что придумал, как развалить Россию, а они меня уже провели и оставили без копейки. Издание «Медиазона» раздобыло даже сценарий первой серии. Глава ЦРУ оказалась транс-персоной. Чтобы разбудить президента, она кидает в него леденцами. Байден карикатурно пытается сломать карандаш от злобы к России, но не может, потому что немощный. По замыслу автора в сценарии, он вообще старчески забывает, какие именно санкции Америка ввела против Москвы. Отбираем у них Макдональдс. Опять? Мы это сделали первым делом. Пусть весь наш бизнес уйдет из России. Уже. Русские теперь производят все сами. Чтобы раскусить загадочную русскую душу, которая не поддается санкциям, Байден едет в Россию. Но агенты ЦРУ путают Байдена с российским пенсионером Иванычем и отправляют того в Белый дом, где он первым делом отдает Россию Аляску. Тем временем Байден с поддельным русским паспортом, этот самый паспорт теряет, оказавшись без денег, устраивается в школу в городе Лобня учителем английского. Байден продолжает время от времени падать с лестницы, общается с физруком и клеит коллегу-учительницу на корпоративе. Политическую сатиру на Байдена к американским выборам решили поэксплуатировать с разных углов. Так что Дюжев стал героем шоу Павла Волина ТНТ, где учил ведущих Волю и Соболева изображать Байдена лицом и телом. То есть превратиться в старика Байдена, если посмотришь тьюториал Дюжева, может каждый. Значит, крестец поджат у пожилых людей, да, чуть сутулость появляется, да, коленки идут сами вперед. Паша и сейчас так ходит. Дюжев действительно идеальная кандидатура на роль президента вражеской страны. Он человек с трагической биографией. Потерял сразу нескольких членов семьи, рассказывала комсомольская правда. 12-летнюю сестру, которая умерла от лейкемии. И отца, который покончил с собой, предположительно так и не пережив эту трагедию. Дюжев снимался у Балабанова. Критики хвалили его роль в жмурках. Его карьерным локомотивом был сериал «Бригада». Но в последние годы он внезапно стал патриотом. Он поддержал войну, ругал коллег, которые хотят отсидеться и не выбрать сторону. Он выступал на концерте на Саур-могиле, снимал документальную передачу о героях СВО «Герои по соседству» и вообще стал одним из лидеров артистического Z-движения. Но его соцсети с тех пор заполнены ссылками на церковные мероприятия. Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как нужно, как можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью. Попутно Дюжев попадал в громкие скандалы. Например, в 2017 году он сильно обиделся на пассажиров эконом-класса, которые не уступили ему очередь, чтобы он пробрался в свой бизнес. И даже темпераментно рассказал об этом в интервью латышскому телевидению. Российские зрители это потом долго ему вспоминали. Более того, ему удалось стать героем одного из самых популярных мемов российского интернета. Дело было в 2023 году на премьере фильма «Свободные отношения». В интервью Муз-ТВ он так красочно ответил на вопросы корреспондента, что породил множество мемов о сексе. Это принцип животного мира. Все происходит на уровне химии. Противоположные полы чувствуют определенные эндорфины. Происходит в них неподвластное чувство. Дюжев любит играть больших исторических персонажей в его арсенале и Петр Первый, и Распутин. Но сам Дюжев так вжился в роль Байдена, что, казалось, стал главным пострадавшим от победы Трампа. До тех пор, пока Канделаки не анонсировала новый сериал на ТНТ, где Дюжев Байден уступает место Дюжеву Трампу. Канделаки показывает тизер нового сериала и пишет в Телеграме. Готовьтесь, друзья, мы на ТНТ будем вас удивлять и Дюжевым, и Байденом, и Трампом, и много кем еще. Тут она права. На канале выходит как минимум еще один сериал с упоминанием западных руководителей. Макрон. Впрочем, его главный герой – русский. 23-летний Андрей приезжает из Москвы на родину, в небольшой город в Архангельской области, чтобы познакомить свою избранницу с родителями. У него роман с начальницей Викой, та на 20 лет старше, в семье все против. Андрея немедленно окрестили Макроном, и родные то и дело вставляют влюбленным палки в колеса. Но Макрон – это даже не Байден. Симпатии зрителей на стороне Андрея, а не мучающие его семьи. Но вернемся к Байдену. В интервью газете «Ру» Дюжев рассказывает, что очень удивился, когда ему предложили эту роль. Он снимался в другом проекте ТНТ «Ресторан по понятиям» в роли персонажа по прозвищу Кувалда. Чтобы изобразить грубого маскулинного персонажа, Надюжева надевали ростовую куклу с молнией на спине. Но когда он спросил, как после Кувалды автором сценария пришла в голову идея позвать его на роль худого пожилого мужчины, те ответили, что видят в этой роли именно его. Когда Дюжев пришел на пробы, всем все очень понравилось. Особенно руководству ТНТ. На съемку Дюжева, как выяснилось, наложили лицо самого Байдена. И этот дипфейк уже показали наверху. Чтобы превратиться в Байдена полностью, Дюжеву пришлось пойти на некоторые жертвы. Например, побриться налоса. Поскольку к его обычной шевелюре невозможно было прикрепить седой парик. Сценаристы сериала Александр Федаев и Дмитрий Воевода – дебютанты, объясняют люди, работающие в российской киноиндустрии. Это их первый проект как сценаристов. Так что сериал не выглядел как большая ставка канала. Скорее как эксперимент. Но с ним, очевидно, торопились. Сериал снимали стремительно, говорит один из моих собеседников. Весь проект от задумки до релиза занял чуть больше полугода. Это очень мало для сериала. То есть его делали в буквальном смысле с колес. Снимали быстро и убого, говорит один из киноменеджеров. Как все, что производят на канале. Они постоянно делают такую халтуру. Это там на потоке. Будь то ремейк Ивана Васильевича, который считается патриотическим кино, или подобные говнофильмы Сарика Андреасяна. Они клепают всю эту пошлятину. Дюжев самокритично подтверждает, что когда ему сделали предложение, он сказал, что ему нужно получше познакомиться с персонажем. Но его утвердили и с весьма поверхностными гэгами. Я привык так работать. Нужно найти прообраз героя, пожить с ним, понаблюдать. Понять, как он одевается, ест, выполняет какие-то бытовые вещи. Из этого же и состоят настоящие люди. Мне не хочется что-то додумывать и выпускать искусственно собранного человека. Конечно, я видел Байдена в новостях, как и все. Все это свое поверхностное впечатление я изобразил на пробах в той сцене, что была написана. Честно говоря, подумал, что получилось очень просто, без глубины. Так или иначе, результат, судя по всему, превзошел ожидания начальства. Тина Канделаки с гордостью рассказывала о большой доле фильма «Гудбай». Полный кайф газуем. Байден накануне американских выборов с долей 14. Это «факъел идиотс», которые верили в то, что Америка нас сможет победить. Цифры последующих серий всегда важнее цифры первого дня. Его всегда можно накачать маркетингом. Но Канделаки, судя по всему, проверяла саму жизнеспособность сатирической лоялистской модели на ТНТ. Мне многие говорили, что не стоит делать сериал о Байдене, потому что так в России никогда не показывали американского президента и их действующую власть. Сериал исследует гипотезу, согласно которой зритель ТВ хочет хоть какой-то помощи в осмыслении контекста, говорит один из кинопродюсеров. У людей есть только новости. Предполагается, что спрос на такие вот сериалы, осмысляющие хоть в какой-то форме реальность, будет большим. О том, какие на этом пути препятствия у пропаганды, бесхитростно рассказывает Дмитрий Дюжев. Байден стал получаться в сериале таким обаятельным и симпатичным, что его в команде все полюбили, а задача была совсем иной. Так что мы немного подумали и решили некоторые вещи поменять. Получилась двуличная роль, что называется, со вторым дном. С одной стороны, это обаятельный пожилой человек, умеющий все время улыбаться и щурить глазки. Но у него есть и иная сторона. Знаете, ведь Джо Байдена очень хорошо пародирует Джим Керри. Это, в принципе, один из моих любимых актеров еще из 90-х годов, когда мы смотрели его фильмы в видеосалонах. Так вот, Джим Керри приоткрыл мне завесу тайны. В одной из пародий он сказал, знаете, почему я так часто улыбаюсь? Видимо, потому что слишком долго ходил на курсы борьбы с гневом. По слухам, продукции, сочетающие комедию и пропаганду, на телеканалах появится больше. В первую очередь, энтузиасткой такого рода экспериментов называют Тину Канделаки. Именно у ТНТ, как ожидается, будет еще несколько историй, сатирически осмысляющих реальность. Идея про то, чтобы упаковать пропаганду в комедию, вообще похожа идее ее продюсерской команды. В администрации президента не было специальной идеи шутить. У них есть общая установка на патриотичность. Как говорилось в доставке «Наша Раша», мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют. Есть запрос на фильмы об СВО, и вообще Кремль жаждет как раз не комедийных, а каких-то более фундаментальных высказываний, говорят киношники, сталкивающиеся с госзаказом. В планах Института развития интернета, дочерней кремлевской структуры, которая распределяет бюджеты на кино и интернет-проекты, большая палитра логилистского кино от софт-пауэр до максимально лобовой пропаганды. На сентябрьской презентации ИРИ рассказывали, к примеру, про снимавшуюся в Аргентине детективную драму «Эль Русо» «Историю любви между староверкой из изолированной аргентинской общины и полицейским эмигрантом из России». В номинации «Исторические ретро-детективы» лента «Разящий луч» про схватку КГБ и ЦРУ за разработки лазерных технологий. Есть еще Плевака с Безруковым в главной роли о судьбе адвоката Федора Плевака. «Злые люди» о громком убийстве в провинциальном городе времен императорской России и «Царь ночи» про офицера, который готовит план по переустройству общества в начале 20 века. В ИРИ поддерживают сразу несколько проектов про Великую Отечественную войну, но главное – множество сериалов о нашем времени. Шпионский детектив «Центурия» про работу сотрудников спецслужб в наши дни, военную драму «Ополченский романс» под наименному произведению Захара Прилепина, комедию «Избранный», как сказано в анонсе про робкого инженера из провинциального городка, который становится депутатом Госдумы. И шпионский детектив по одноименной книге Марии Бутиной «Тюремный дневник». Сложно сказать, чего в этой киноистории больше – цинизма, желание заработать на пропагандистском госбюджете или веры в то, что телевизор, который ты делаешь своими руками, тебе не врет. Тина Канделаки, расхваливая Байдена и его сиквелы, говорит о своих менеджерских задачах так. Вот какую пропаганду мы должны делать для людей, которые соскучились по тому, какие мы сильные, щедрые и протягиваем руку помощи даже своим врагам. Потому что мы сильнее, потому что мы умнее, потому что мы из России. И она, судя по всему, не шутит. Поддержите работу команды нюансов, чтобы мы могли и дальше создавать авторские колонки и записывать интервью с вашими любимыми героями. Чтобы и дальше продолжать делать для вас контент, нам нужны деньги, а значит, ваша помощь. Поэтому мы очень просим вас поддержать дождь и независимую журналистику. Наши зрители в России не могут помогать нам из-за статуса нежелательной организации. Поэтому в первую очередь я обращаюсь к зрителям, которые живут за рубежом. По ссылке в описании вы можете оформить регулярный донат и в любое время отменить его. Если вы в России, то вы можете попросить ваших друзей за границей сделать пожертвования за вас. Поддержите дождь, чтобы вам было что смотреть. На ютуб-канале Дождя вышло первое большое русскоязычное интервью Юлии Навальной. Его взяли мы, Юлия Таратута и Михаил Фишман. Мы поговорили о Путине, о войне, о последствиях расследования Максима Катца, о ФБК и банкирах про Бизнесбанка и о политических планах Навальной в прекрасной России будущего. Ни капли не было страшно. Было, конечно, ощущение, может получиться. Ты не желаешь Владимиру Путину смерти. Я буду приздавать на лидерские позиции в России. А что думала ты в этот момент? Максиму Катцу я не доверяю. Он, может быть, и проснется, но будут последствия. Что мне с ним говорить? Я хотела его потрогать. Давай забирай пистолет и будем отсюда убегать. Что делать, как быть? Какой план? Я не обещаю, что это случится завтра. Мы обязательно победим. Субтитры создавал DimaTorzok